Дедов Андрей Сергеевич, и темой моего доклада является применение модели психодуховного кризиса, психологической интерпретации, мистика экстатических практик на примере о родении русских сектантов. Многие мистика экстатические движения, когда-то широко распространенные, имевшие богатую устную традицию, к настоящему времени практически прекратили свое существование, окончив в 20 веке долгий и очень сложный путь. Ну, по большей части, но не всегда, конечно. Но это отнюдь не значит, что данное движение – удел одного лишь прошлого, отзыв прошедшего, не имеющий связи с настоящим. Мы можем с уверенностью говорить о том, что их практики необходимо рассматривать в контексте практик священной одержимости, которые всегда были распространены во множестве мировых культур, как прошлого, так и настоящего. Шекеры острова Сен-Винсент, апостольская церковь Евкатана в 70-х годах, да и множество других примеров – эти и многие другие мистика экстатические движения становятся ярким примером того, как архаические модели религиозного поведения проявляют себя и в современности. В связи с этим важно подчеркнуть необходимость дальнейшей разработки теоретических и методологических вопросов, связанных с психологической интерпретацией религиозных феноменов русских мистика экстатических движений в широком культурном контексте. И одним из путей здесь может служить применение модели психодуховного кризиса, предложенной психологами-трансперсоналистами. По мнению Грофа, психодуховный кризис – такое состояние, которое обладает качественной психопатологией, но не должно рассматриваться как исключительно психопатология, так как одновременно с этим таит потенцию к росту, которая может быть актуализирована в том случае, если переживания поддерживаются и в конечном итоге обостряются и проживаются в полной мере. И практики трансперсональной психотерапии, сказанной справедливо не только в отношении метода холотропного дыхания, направлены на то, чтобы преодолеть кризисные состояния на трех уровнях – биографическом, перинатальном и трансперсональном. Последнему относятся также религиозные переживания самого широкого спектра – драма смерти и возрождения, чувство слияния с Богом, растворение в потоках божественного света, видение божеств, ангелов, мифологических персонажей, отождествление с ними, видение моментов в космогонии и т.д. При грамотном терапевтическом сопровождении эти переживания обнаруживают мощнейшее целительное воздействие. Стремление к самоактуализации, к разрешению внутренних конфликтов, носящих бессознательный характер, потребность, находящая свое выражение в религиозном поле. Религиозная психотехника таким образом может рассматриваться как попытка найти выход из кризисного состояния, преодолеть его. Безусловно, это не значит, что экстатический ритуал стоит рассматривать исключительно как разновидность терапевтической практики. Нет, конечно, так как он носит вполне очевидные коннотации. Однако стоит признать, что как психотехнология он задействует те же модели поднятия бессознательного материала на сознательный уровень и апеллирует к тем же механизмам. Очевидно, однако, что стоило бы уточнить термин, который мог бы отвечать поставленным аналитическим задачам и быть применимым в отношении различных движений вне зависимости от их самоидентификации. В связи с этим уместно представляется использовать такое понятие, как ритуальная драма, родильная драма или драма родения, которая мыслится здесь наиболее логичным, как минимум в рамках изучения отечественных мистика и эстетических движений. Под родильной драмой, как нам кажется, следует понимать не только совокупность ритуальных действий, а также их осмысление в культурном контексте, но и комплекс переживаний участников, разворачивающийся в ходе ритуала. При этом интерпретация может касаться не только драмы группы, основанной на воспроизведении сакрального сюжета, не только групповой динамики, но и индивидуальные драмы, особенности проживания ритуала каждым отдельным участникам. Оставляя сейчас в стороне вопроса групповой динамики родильной драмы, хотелось бы сосредоточиться на том, как в ее рамках могла разворачиваться динамика кризисных состояний отдельных участников. 10 октября 1865 года в селе Ново-Астраханке Амурской области в общине Прыгунов под руководством Кирея Попова, сосланного на Амур из Таврической губернии, проходило моление. На начальном этапе моления сын Кирея Василий вдруг соскочил с того места, где сидел и стал прыгать и бегать по комнате, говоря «Кайтесь, молитесь и поститесь, иначе погибнете». Состояние, в которое впал Василий, длилось несколько дней. Близкими Василия оно объяснялось присутствием Святого Духа, сошедшего на Василия. Отец его, Кирея Попов, говорил следующее. «Все это время, с 10 по 14 октября, сын мой Василий был в великом подвиге, постоянно стоял на молитве, который призывал все наше семейство, и мы также молились с ним. Молились также и те, кто веровал в то, что на него сошел Дух Святой, и приходили для этого в дом мой. Мало спал и постился, сам постоянно находился в тревожном состоянии и всемирно старался приблизить молящихся к раскаянию в грехах». Большой интерес в этом отношении представляет объяснение, данное самим Василием на допросе. «Дошел до состояния вместить в себя Святого Духа по Священному Евангелию и Ветхому Завету, почувствовал же себя в этом состоянии в воскресенье 10 октября, в собрании на молитве. Дух Святой взошел в меня во время молитвы, и я почувствовал, что все мое тело стало трепетаться, не мог собой владеть, и внутренность палила огнем, и страх был великий, и требовалось молиться и поститься. И в это время, хоть и не знал всего Писания, но говорилось наизусть из этого Писания. Хотя я чувствовал себя в таком состоянии, но сознавал, что есть у меня плоть. В состоянии этом можно быть не евший долгое время, хоть месяц. «Когда взошел в меня Дух Святой, то говорил тогда не я, а сам Дух Святой, и посему знал, что делалось в мире, и был голос, что приедет начальство. Но откуда этот голос слышен был, не знаю, но полагаю, что от царя царей. Он есть Иисус Христос, тот самый, который сказал, что пошли в Духа Святого и послал его в меня». Под начальством он имеет в виду полицию, которую арестовал. Состояние это спустя несколько дней оставило Василия, однако впоследствии повторялось. В том числе и 4 декабря того же года в присутствии окружного суда Морской области. То, что происходило с Василием Поповым, с точки зрения психиатрии, можно было бы охарактеризовать как временное обострение с последующими рецидивами так называемого архаического бреда, включающего в том числе и бред пророчества, в иных случаях бред колдовства, бред одержимости и т.д. Однако, возможно ли другая интерпретация подобных состояний, достигнутых в ходе экстатического ритуала? В рамках применения модели психодуховного кризиса, священная одержимость Василия Попова может рассматриваться как опыт, не прожитый до конца, кризис, в котором внутренние конфликты так и не нашли своего разрешения. В таком случае происходит своеобразное застревание на одном из этапов индивидуальной драмы. Это может быть связано с тем, что драматический сюжет, участникам и героям которого становится радеющий, не подразумевает преодоление состояния. Сосшествие духа мыслится в этом сюжете как конечная точка, значимый и желанный финал. Зримые признаки вхождения в трансовое состояние на начальных этапах родильной драмы, а затем религиозный экстаз, трактуются как достижение цели, что кардинально отличает религиозные, мистико-экстатические практики от практик терапевтических, в которых обострение состояния интерпретируется как поднятие конфликтного бессознательного материала, который должен быть прожит, осмыслен и тем самым преодолен. Ну-ка, пофутное замечание сделаю. Подобное состояние ведь уже наблюдалось им, я не стал здесь этого передавать. Они были сосланы из Таврической губернии, и на вопрос о том, бывало ли раньше с ним такое, Василий отвечал о том, что с ним раньше такого не бывало, но он часто видел это среди других участников общины. Вот нечто подобное. Василий Попов к моменту моления постился уже два дня, сама практика была ему уже хорошо освоена. Обращает на себя внимание тот факт, что перед молением он испытывал не оставлявшие его чувства, будто с ним обязательно должно произойти что-то значимое, что может указывать, с одной стороны, на высокий уровень тревожности индивида, с другой стороны, на определенную степень самопрограммирования, своеобразной подготовки к ритуалу. В достигнутом состоянии Василий Попов переживал тревогу, чувство страха, ощущение собственной греховности и необходимости покаяния и очищения. В какой-то мере это проясняет, на каком именно этапе он застрял. По всей видимости, это может быть комплекс переживаний, основанный на второй базовой перинатальной матрице Пагрофов, которая характеризуется чувством скорой потери, страхом перед неведомым судом, ощущением грядущего исчезновения, ощущением собственной незначительности, обреченности и беспомощности. Не останавливаясь особо на вопросе о предрасположенности Попова к определенного рода переживаниям, заметим только, что рецидивы на фоне общей нормализации состояния могут объясняться особенностями минированной организации, которые принято в данном случае характеризовать расхожим выражением предрасположенность к экстатическим переживаниям или экстатическая одаренность. Безусловно, спектр типов экстатических переживаний, с которыми сталкивались участники мистики экстатических движений, достаточно широк. В этом отношении уместно вспомнить историю, происшедшую в 1876 году в сектантской общине в станице Мечетинской. Казак этой станицы, Степан Сидельников, стал участником и главным действующим лицом ритуала, который был результатом своеобразного ритуального творчества. Сидельникова спеленали простынями и поместили под кровать, словно умершего в гробницу. Там он провел два дня. На третий же день его достали и обмывали, а он сам при этом был абсолютно убежден, что он воскресший Христос. Он ходил полуоднаженным, дул на пищу, чем в глазах общинников благословлял и проповедовал. При всем этом совершенно удивительной является степень его убежденности. Нарочного казака, прибывшего к хозяину дома от мирового судя с предписанием, он принялся гонять, угрожая ему железным безменам. Общинники же при этом не пытались его остановить, а прибывших после казаков, которые собирались Сидельникова арестовать, умолялись со слезами отпустить Сидельникова, говоря, подтверждая, как и он, что он истинный Иисус Христос, спаситель. Что же произошло с казаком? Так же, как и Попов, Сидельников через какое-то время вновь пришел в себя. Более чем примечательным является тот факт, что пережитая Василием Поповым осталась его память. О своих ощущениях на допросе он рассказывал довольно подробно, однако совершенно иное встречается нам в случае с Сидельниковым. На допросе он отвечал, что он делал при этом не знает, хотя и не отвергает того, что говорят о нем свидетели, но никакого отчета своих поступков он не может объяснить. Такого состояния над собой он никогда не чувствовал и не знает, что делалось с ним. Безусловно, нельзя утверждать, что Сидельников говорил правду. Ситуация допроса способствовала укрытию и искажению истины. Однако показания Степана Сидельникова довольно четко становятся в ряд с показаниями множества сектантов, описывавших свою священную одержимость, при которой происходила частичная, либо полная потеря самоосознания. Ровно то же самое мы можем видеть и в других культурах. Трансодержимости практически всегда сопровождается частичной, либо полной потерей памяти. Вероятно, описанное выше можно было бы объяснить, если попытаться рассмотреть переживания казака-сектанта с помощью модели психодуховного кризиса. Вероятно, они опираются на мощный пласт третьей базовой перинатальной матрицы, содержание которой определяется вулканическим типом экстаза, в котором боль, ужас и безысходность уже не кажутся непреодолимыми, в котором индивид не посилен, не чувствует абсолютной беспомощности и обреченности. Теперь он становится активным наблюдателем, участвующим в борьбе. Важно при этом то, что он активный наблюдатель и способен одновременно отождествлять себя, стоя с другой стороны до такой степени, что иногда трудно бывает понять, агрессор он и лежит. Речь идет о видениях. Это в данном случае цитата из Гоффа буквально. «По всей вероятности, кризисное состояние было спровоцировано и актуализировано ритуальной драмой смерти и возрождения с видениями крестных мукой смерти Христа. При этом сам контекст в условиях группового подкрепления сделал возможным состояние подобной трансуодержимости, основанное на самоотождествлении созначенной фигурой священной истории. Закономерно возникает вопрос о том, как именно проходила динамика индивидуальной драмы. Опыт сессии холотропного дыхания показывает, что если на момент окончания сессии участник столкнулся с кризисными переживаниями второй и третьей базовых перинатальных матриц, то с каждой последующей сессией он будет продвигаться в своих переживаниях дальше и дальше, а завершение кризиса ознаменуется достижением прометеевского экстаза четвертой базовой перинатальной матрицы. Чувство блаженства, освобождения. Что же тогда позволяло пророкам и пророчествам общин сектантов достигнуть способности входить в данные состояния иногда с помощью долгих и долгих тренировок, годами и даже десятилетиями, подобно представителям множества иных движений во всем мире, повторять свой опыт священной одержимости? Весьма показательным мог бы послужить пример одной из общин Афостельской церкви на Юкатане. Религиозный экстаз, достигнутый в ходе ритуала, осмыслялся здесь как крещение святым духом, которое приводит к покою и счастью. Это ощущение могло длиться довольно долгое время, однако спустя месяц оно покидало человека. Ритуал при этом становился формой поддержания и ощущения счастья и божественной поддержки. Наиболее интересным для нас здесь становится фиксация той динамика, которая имела место в общине на пике ее жизни в 69-70-х годах XX века. Поначалу ритуальная драма включала формальные элементы, такие как общая молитва за больных. Однако уже к исходу 69-го начала 70-го годов формальные элементы уходят из структуры ритуала, акцент делается на общем молении и призывах к святому духу на обучении молящихся. Увеличивается количество впадающих в экстаз и владеющих гласолалией. В первой половине 70-го года происходит постепенное размывание между границами структурных элементов ритуала, так как поведение молящихся становится более спонтанным. Постепенно увеличивается количество введений с апокалиптическими сюжетами. Распространяется вера в скорое второе пришествие. В конце июля пастор окончательно теряет контроль над общиной. Наступил серьезный кризис. Многие не выходили из состояния тревоги и возбужденности. Целыми днями, буквально и даже по паре недель. Увеличилось количество взаимных обвинений в бесодержимости. И вообще бесодержимое поведение стало распространяться с огромной скоростью. Постепенно состояние молящихся, безусловно, стабилизировалось. Однако уже к концу августа, начало сентября, община стала распадаться буквально на глазах. Произошел резкий спад активности. Энтузиазм фактически покинул эту общину. Как нетрудно заметить, описанное совсем не напоминает постоянную регулярную практику, длящуюся годами. Вполне вероятно, что это обусловлено направленностью на пиковые предельные формы переживаний, что гораздо быстрее вело к своеобразному выгоранию, а также отсутствию механизмов фиксации определенных типов переживаний, которые, к примеру, можно наблюдать в структуре родильного ритуала русских сектантов-мистиков. Данную функцию во многом могла выполнять завершающая трапеза, становящаяся своеобразной базой для рефлексии. И община в данном случае играла роль регулятора рефлексии. Не менее важным являлось и то, что пророк или пророчица – это социально значимая роль, статус, источник сакральной информации. И социальный статус сам по себе фиксирует переживания, которые мыслятся предельно значимыми. Особенно очевидным это становится в тех случаях, когда социальная роль, обретаемая носителем священной одержимости, позволяет человеку буквально выжить. Исследования южноафриканской хунгуни, проведенные Джуди Гуслер, показывают, что в тех регионах, где социальное давление снижено, резко снижается и количество случаев транс-одержимости. В общем, время уже поджимает, поэтому я буду завершать. И подытоживая все вышесказанное, мне бы хотелось подчеркнуть, что в данном случае мы сталкиваемся с рядом проблем чисто объективных. Нам иногда не хватает источников на то, чтобы отследить ту динамику, которая сопровождала жизнь общины долгое время. Иногда мы видим буквально только срез, который связан с тем, что мы вот буквально общину накрыли, было арестовано большое количество общинников, и мы, к сожалению, не можем сказать более объективно о том, что было до, и возможно о том, что было после. Поэтому отследить динамику нам иногда представляется очень трудно. Но с другой стороны, подобного рода работа могла бы помочь нам и в работе с, скажем, современными мистико-экстатическими движениями, потому что она помогла бы нам, возможно, в какой-то мере предсказывать динамику, либо, работая с общинами прошлого, предугадывать или пытаться восстановить, реконструировать ту динамику, которая сопровождала религиозную жизнь каждой отдельной общины. Большое спасибо. Итак, Александр Александрович. Есть у нас временный вопрос еще какой-то? Ну да, там пару мутейств вроде меня. У меня такой был вопрос, был комментарий. У меня это дело в том, что, признаюсь честно, что для меня ГРОФ и у нас персональная психология все-таки не имеет какого-то серьезного аналитического статуса. Это скорее еще одно поле для компаративных исследований. Мы хотим, то, с чего начинал ГРОФ с работой по ЛСД-терапии, это как раз, собственно, работает действительно еще академически. Но дальше мы так же, как, ну, скажем, с психоанализом классическим, мы попадаем в ситуацию, где у нас нет невозможности ни для верификации, ни для классификации. То есть, собственно, критерий Боттера не соблюдается. Вот. А с другой стороны, мне кажется, совершенно оправданными ваши вот особенно финальные соображения, скорее такого Тернеровского, может быть, характера, ведущего в русле социальной антипологии. И, значит, у меня вопрос, собственно, нужен ли вам ГРОФ или зачем вы хотите социальную антипологию примирить с трансперсиональной психологией. Комментарий таков, что на самом деле, ну, вот есть несколько работ, есть довольно хорошая работа, не знаю, знаете вы ее или нет, Ливисы. И, кстати, по одержимости, наверное, такая классика. Ну, и вот я упоминал недавний сборник тоже по антипологии и одержимости, британские еще и по-моему. Вот. И, в общем, из того, что сделано в социологии и социальной антипологии, по этому поводу, ясно, что, чтобы понять вот именно социальную грамматику происходящего, нужно, конечно, очень глубокое этнографическое погружение в общину, потому что на самом деле это может быть вызвано какими-то очень частными причинами, значит, взаимоотношений внутри сообщества, там, чьими-то претензиями на лидерство и так далее. То есть на каком-то готовом уровне, понимаете, мы, скажем, работая в пятидесятическое общение, мы можем наблюдать легко, как, значит, происходит все больше и большее напряжение отношений между пастором и пророком, между лидером рутинным и лидером хористоматическим потенциально. Вот, но на самом деле, действительно, чтобы увидеть вот как все это работает, нужно просто очень долго в каком-то сообществе, значит, присутствовать и по возможности пытаться понять, каковы социальные микроструктуры и властные отношения там. Без этого, ну, то есть, совершенно справедливо то, чем вы закончили, но это, на самом деле, призыв к такой глубокой антропологической работе. Спору нет, я в этом отношении с вами абсолютно согласен. А по поводу Грохо я могу сразу заметить, я специально не касаюсь вопросов критики, там, скажем, терапевтических подходов Грохо, да, в этом отношении, да, безусловно, там, критических замечаний, вагон и маленькая тележка. Меня в данном случае интересует, скажем, ну, например, так, картография буквально бессознательного, которую он предлагает, ну, вот, как интерпретация определенного рода переживания, да. На каких уровнях это может происходить, буквально с какими переживаниями человек может сталкиваться в этой, ну, довольно длительной иногда динамике, которая разворачивается очень-очень долго, причем она разворачивается в самых разных условиях. Это может быть ЛСД-сеанс, а это может быть, я не знаю, сеанс талотропного дыхания, или, там, как сейчас они просят это называть, трансперсонального дыхания, да, там, авторские товары потеряны. Но ведь это происходит не только в этих условиях, да, а психодинамика примерно одна и та же. Ну, и, собственно, рождается вот это вполне запономерное предположение, ну, предположение, а можно ли попытаться проследить некоторые параллели, да, и в этом отношении, да, получается, что, ну, мы действительно можем интерпретировать ряд феноменов, связанных с переживаниями, индивидуальными в том числе переживаниями. Здесь есть куча объективных трудностей, когда я работаю с материалом 19 века, безусловно, я никогда здесь не смогу достигнуть максимальной объективности только в мере, в которой я бы хотел этого сделать, да, безусловно, но тем интереснее. И спасибо вам огромное, вопрос... Вы знаете, тут же проблема с психологией всегда одна и та же. На самом деле конструктивистская социология, она говорит, что в мозг мы заместить не можем. Все, значит, что мы слышим о переживаниях, это то, что говорят о переживаниях. И это говорит не мозг или эмоция, это говорит культура, в которой вырос человек. Да, символическая система, конечно. Поэтому мы всегда вот с психологией и психоанализм упираемся в эту стенку, и я, честно говоря, не вижу возможности, как через нее может быть. Хорошо, я помню. Андрей Сергеевич, у меня вопрос такой. Помогающий, наводящий, вы когда-то обсуждали о психодинамике, о том, что она сохраняется, правильно ли я понимаю, что вы сами, возможно, принимали какие-то препараты или вы принимали холотропное дыхание? Когда вы действительно имеете возможность опровергнуть тезис вашего оппонента, о том, что вы никак не верифицировали? Ну, слушайте... Вы воспринимаете ее как больно? Я принимал участие уже давным-давно, еще будучи студентом, я действительно принимал участие в сессии холотропа еще в Москве под руководством Майкова, Владимира Майкова. Да, действительно. Но, слушайте, я в данном случае не могу опираться на собственный опыт, потому что, ну, как я могу им аргументировать свое мнение? Это не совсем корректно было бы все-таки, да? А мнением авторитета более корректно. А? Мнением авторитета это более корректно. Ну, все, не менее. Хорошо, спасибо большое. Позвольте спросить? О, Господи, Саша, да, конечно. Да. Это наши волонтеры, два десятиклассника, мы их замечаем, которые сегодня помогают нам организовать работу. Да, Саша? Вы упоминали про фиксирующие механизмы вот этого состояния. Да. Насколько они эффективны? То есть, рано или поздно же все равно произойдет выгорание. Но если вообще не присутствуют фиксирующие механизмы, насколько долго позволит это просуществовать общение на вот этом состоянии? Кстати, спасибо светлому мозгу десятикласснику, он задает верный вопрос. Тут, понимаете, Саша, в чем дело? Мой доклад был посвящен несколько другой теме, а дело-то вот в чем. Мы всегда имеем дело с конкретикой, ведь то, о чем говорила Сан Саныч, совершенно верно. Мы всегда имеем дело с конкретикой каждой определенной группы. И вот когда мы сталкиваемся с историей группы, вот тогда становится уместно говорить о том, как-то вообще все это внутри группы работает, да? А я сейчас все-таки некий такой подступ беру, общий абсолютно, да, который не является вот строго конкретным. Вот, собственно, это так. Коллеги, если вопросов нету, то я, собственно, уведомляю, что у нас дальше обеденный перерыв, работа второй секции продолжится с трех часов.